В Казани в онлайн-формате и без зрителей прошла церемония вручения 10-й республиканской театральной премии Тонтана Триумф. Такая ситуация продиктована велением времени и правилами, где культурно-массовые мероприятия и театры временно закрыты. Впервые в театре Камала было весьма немноголюдно. Однако о театрах и процессах республиканской мельпомены разговор все же состоялся. Подробнее в материале нашего культурного обзревателя Дмитрия Пивоварова. Итак, вручение 10-й театральной премии Тонтана Триумф в театре Мегаляскара Камала проходит в режиме онлайн. Все как всегда, но веление времени требует особых обстоятельств. Мы сегодня узнаем, кто стал победителем в 12 номинациях. Кстати, в этом году добавляется новая номинация. Это лучший театральный критик. Несмотря на объективные причины нового формата и пришествия технической группы, темп и ритм церемоний не изменился. Зрители онлайн познакомились с номинантами и увидели ведущих. А среди вручающих были и узнаваемые лица республиканского театрального процесса. Так в Казань приехал обладатель первой Тонтаны 10-летней давности, артист набережной Челнинского драматического театра Рафиль Сагдулин. В 2010 году он и ушедшая недавно звезда Тенчуринского. Исламия Махмутова были обладателями первой учрежденной премии в области театра. Мне даже неудобно стало, мне так неудобно было даже подняться на сцену тогда. Это сейчас бегом на сцену уже бегут сегодняшние номинанты. Мы же не работаем для премии, для этого, не работаем. Нет, нет. В этом году отметили паритет между объективностью и географией. Заработали федеральные программы и провинциальные театры стали порой выходить и на авансцену. Театры детям и театры малых городов, которые позволяют театрам приглашать серьезных постановщиков, художников, браться за тот материал, который они не могли на условиях самоокупаемости брать. И таким образом очень резко, ну не совсем резко, но достаточно ощутимо выросла театральная культура нашего региона, нашей республики. А вот отмена номинации событий года ввергла общественность республики в смятение. Как к этому отнесется сообщество и как это повлияет, вот отсутствие такой главной номинации, как это повлияет в будущем, я не могу сказать. Там осталась номинация «Лучший детский спектакль». То есть, если убирается спектакль событий года, то, мне кажется, целесообразно было бы убрать эту номинацию. За период 2019-2020 годов появились новые проекты «Линии тенденций», экспериментальной постановки, работы для детей, кукольные лаборатории и оригинальные. Будь то тюзовская история по картинам Губарева или спектакль «Альфия» в театре кукол. Лучшим театральным критиком признана авторитетный мастер слова, историк театра Ильтани Илялова. Лучшими актерами второго плана признаны Елена Синицына и Игорь Скиданов. Лучшей командой стала группа мастеровых. Отмечена Иранская конференция Буинского театра среди приверженцев музыкального искусства Артур Исламов и примы театра имни Джалили Аманда Гомес за роль Мидоры в балете «Корсар». Дмитрий Пияваров, Максим Зуйков, Телеканал Эфир.